глава 10 на ловца и жрец бежит нормально же спросил сказал я глядя как лоб погружается в бассейн с горячей водой спросите как в храме можно разместить бассейн с горячей водой далеко если вы бог лени который даже в месте своего поклонения собрался провести вечность наслаждаясь всеми маленькими и не очень удовольствиями жизни начнем с того что мы в данный момент находились в термах самых настоящих с блэкджеком и гуриями шучу шучу дев пока на горизонте не наблюдалось не удивлюсь если окажется что секс для лока слишком энергозатратное занятие но вот все остальное храм внутри оказался огромен невероятно чрезвычайно офигеть как но это ладно местом поклонения был центральный алтарь правда слишком большой закрытый со всех сторон кроме одной где и находилась дверь прямоугольной формы и на нехилом возвышении именно это меня и смутило как позже оказалось не зря потому что внутри алтарь и был одной огромной бани с мягкими ложами бассейном кальянами фруктами вином в общем все что по райдеру моего патрона нормально ответил вынырнул из воды лог перевернулся на спину и с блаженством закатил глаза или тебе еще раз пять повторить чтобы наконец дошло можно один разок но подробно хорошо не отрывая взгляда стеклянных витражей на сводах своего нового дома ответил бог лени смотри что есть храм место поклонения пожал плечами я место преобразования энергии где вера почитателей переходит в божественную силу а вроде трансформатора понял я наверное нахмурился лог его словарном запасе подобного слова не существовало и как только я получу минимальное количество преобразованные веры то сразу смогу включить защиту и сколько людей для этого нужно достаточно одного но все делов то только толку от этого не будет никакого пока храм не активен вера не будет преобразовываться в силу и я не стану могущественнее лог ты случаем не женщина все как-то у тебя не очень просто нет вполне серьезно ответил бог лени просто ты очень наплевательски относишься к своим обязанностям нормальные предъявы напомни не я ли весь день баклушничал перед турниром когда мог качаться и что разница ведь никакой все равно тут сидишь парировал лог а жрецов так и не нашел то есть для активации нужны жрецы нет нужен один верховный жрец а вот стать ты им сможешь только после того как найдешь троих вот ведь бы выругался я но в переносном смысле кстати одного я уже нашел ты его точно оценишь блок остановил заплыв и посмотрел на меня очень очень внимательно будто уже знал глостера и заранее не одобрил мой выбор почувствовал что ли вполне возможно он как никак божественная сущность хорошо хоть мысли не читает и на том спасибо но ничего пригонит сюда палец в рот не клади хапнет горе мой кочевряжный патрон тебе нужны еще двое ага только такая проблема тут не все подходят как выбрать из всех лентяев самых-самых никто не говорил что жрецы должны быть лентяями ты ведь не такой главное чтобы они разделяли общий взгляд на жизнь бога а ведь точно глостер можно обозвать кем угодно причем большая часть окажется правдой и на нее нельзя будет обидеться но вот он точно не лентяй да и я при всем своем желании побалбесничать один из самых деятельных среди игроков так что но среди лентяев я бы тоже поискал знаешь зачастую то что мы ищем в чужих землях оказывается у нас под носом и посмотрел так с хитринкой мол я должен понимать о чем он а мне вся эта философия нафиг не упала сказал бы просто ищите и обрящите по адресу 31 градус северной широты 35 градусов восточной долготы стучать в дверь отмеченную белой краской спросить анзорика так нет надо показать насколько ты силен в словоблудии будет верховный жрец будет защита чем больше будет почитателей тем сильнее и шире будет защита ясно понятно в общем так сказал бы кирилл к мехом внутрь вывернись а найди двух жрецов кирилл к мехом внутрь вывернись а найди двух жрецов без тени на смешке сказал лог ладно пошел я на выходе из храма пришлось ускориться потому что дендроиды уже собирались смазать лыжи и удрать в лес подальше отсюда и поближе к сусанину а подобное меня не очень устраивало эй руб тьфу альтерен постой разговор есть признаться прошлое аргримья имя мне нравилось больше я нагнал дендроида за жизнь поговорить хотел поговорить ну да куда пусть держите чем заниматься собираетесь хоть мы и стали похожи на живых существ но по-прежнему остаемся детьми леса в него и пойдем у меня странное ощущение не знаю как сказать да говори как есть все пойму нам не нужна крыша над головой но я чувствую острую потребность в ней будто я снова самый обычный драман а не обманула меня его комплекция поэтому я хочу построить себе хижину в лесу зачем это же ваш дом вы всегда жили в йоране так зачем теперь уходить отсюда помнишь наш разговор о его возрождении так вот первый шаг в этом направлении я сделал этот храм привлечет сюда разных существ они отстроят йоран вдохнут в него новую жизнь и вы все вы построите здесь дома на свой вкус и выбор понимаешь о чем я так самозабвенно я не врал очень давно хотя почему врал просто не договаривал всей правды во первых поселение здесь теперь точно придется делать хочешь не хочешь я не виноват лог так удружил не мог впитать всю силу артефактов и перенестись столицу на трон который я метил теперь же придется сооружать здесь вроде крепости чтобы защитить храм противном случае построил бы тут деревеньку выполнил задание и свалил во вторых как раз возрождением йорана я добьюсь еще большего расположения дендроидов конечно так бы я просто деревеньку небольшую забабахал и все люди деревья сыты хитрый жрец лока доволен но нет придется здесь город ставить для дендроидов не знаю какие они в боевом деле наверное чуть слабее аргримов но я не в том положении чтобы отказываться от помощи в несколько сот существ в предстоящем противостоянии в третьих именно сейчас эти самые дети леса мне нужны позарез до берсеркеров еще добраться надо а что произойдет за это время неизвестно думаю о постройке нового храма слышала вся вера авиа а долго местоположение нового собора ленивого бога прятать не удастся и ломануться сюда и паломники и просто любопытные и враги потому нужна охрана по крайней мере на первое время пока не найду жрецов твоих словах много мудрости и чести не свойственные людям это он вроде меня одновременно и похвалил и принизил сделал вид что не заметил этой двусмысленности поэтому мне нужно чтобы вы первое время охраняли храм это святилище сердце йорана помнишь как называли этот город раньше второй столицей и я обещаю что скоро он станет ею вновь тебе и твоим людям в смысле братьям ну или сестрам как у них пол разглядишь нужно лишь поохранять этот храм пару дней а я найду жрецов и активирую его внимание вы самостоятельно создали задание присвоите имя заданию охрана храма в первый день своей новой жизни дендроиды стали на защиту храма лока и пусть тела их внешне более напоминают деревья но внутри пробуждаются души давным-давно усыпленные могучим заклинанием не обманите своих новых товарищей и успеть активировать храм срок срок выполнения 2 дня внимание случае не выполнение задания отношения с дендроидами будут ухудшены до максимального значения но здорово язык мой враг мой не мог вместо пары дней сказать недельку не от меня мотивировать не надо храм теперь первостепенная задача но небольшой запас прочности за плечами иметь хотелось бы а теперь шиш вон рублик простите алтерен уже пытается в добром рукопожатии своей деревянной лапищи сломать мне руку ладно будем работать с тем что есть хотя бы решен вопрос с охраны храма на пару дней но алтерен мне идти пора вы в общем то тут не беспокойся никто не приблизится к храму в эти два дня подобного обещания мне было более чем достаточно я сверился с книгой и потопал к в убре ближайшей деревушке что раскинулась близ шипастого леса уже выходя к первым домам весь исцарапанный и уставшие я понял что стресс очень плохо влияет на мои умственные способности а как еще логически объяснить что отмахал пару километров по пересеченной местности когда в обиталище упрятанном антикора дебил другого слова не подберешь кора появилась со своим обычным ворчанием и я уже почти вскочил на нее когда со стороны деревни отделилась крепкая фигура и размахивая руками побежала в мою сторону все же прижал сапоги к бокам пета готовый в любую секунду взлететь но драмана а уже стало очевидно что это он подождал привет не думал что встречу тебя тут привет сказал я за две секунды прогоняя в своем миниатюрном компьютере которым я кроме всего прочего еще и кушал ник дерден блин вспомнил и в убру и что потом вместе в ущелье махались против супостата ты стал знаменитой личностью усмехнулся игрок пожав руку не я такой жизнь такая пришлось поскрупничать видел тебя вчера на турнире круто ничего не скажешь спасибо сам как да ничего потихонечку я все искал тебя спросить хотел клан создавать не собираешься блин что-то меня в последнее время одолевают с этим вопросом для чего мне клан им же руководить надо опять же время тратить уставы придумывать чего можно чего нельзя взносы членские собирать или там такого нет ну в моем клане точно было бы ибо нефиг давай так если соберусь приглашу тебя первым заметано еще раз пожал руку дерден тогда я не буду задерживать думаю у тебя дел по горло не без этого ну тогда счастливо если что пиши пока кора легко взмыло в воздух а я глядя сверху на крошечные фигурки игроков и неписи стала размышлять может и правда пора настало сделать свой кружок по интересам понятно что людей у меня наберется немного так мы не армию создаем вопрос что мне с этого клана ударная сила была и есть в лице миротворцев будут те же яйца только в профиль с другой стороны таким образом я бы смог делегировать ряд полномочий к бизнесу подключить людей ту же фиалку и дердена почему нет зуб даю кобелюга несмотря на мои указания заняться наемным персоналом на себе все потянет да и это простой и верный способ посмотреть на кого можно положиться в случае чего они бегать или стать записную книжку когда жареный петух клюнет все решено как только разберусь со жрецами тут же займусь кланом лететь до столицы было недалеко но все же кое-что полезное сделать успел тысячу очков на выбор застежателя раз кинул на здоровье с этим у меня даже сомнений не возникало зато теперь хитпоинты со всеми бонусами остановились на отметке 3310 очень хорошая цифра внушительная это же надо в прошлый раз мы столько схлот топали блин поди извелся за все это время в таверне а на коре меньше часа крыльями махать да здравствует мантикорные авиалинии самые капризные и быстрые в мире я потянул пета за греву направляя в сторону таверна миротворцев и еще издали увидел какое-то слишком оживленное движение у питейный кора отдавай ка сядем чуть подальше чтобы нас не заметили пет послушался приземлившись недалеко от центральной площади очень неодобрительно посмотрел на обиталище так что пришлось клятвенно пообещать как только мы выберемся за пределы каменного мешка сразу ее выпущу но с ней идти в таверну не с руки слишком уж заметно а так я проскользнул через несколько сквозных улочек и довольно скоро оказался у питейного заведения вопли василиска чего там спросил я ближайших наблюдателей до шоу уродцев игрок не поделил чего-то там с гномом нпс не поворачиваясь ответил игрок так-то я на голгору поставил она же из миротворцев а дары зовут очень сильный боец а этот дурак он презрительно махнул на коренастого бойца с седой бородой и черными как смолюсами сейчас отхватит по полной да все-таки чудес не бывает как только я услышал что потасовка с каким-то гномом то иллюзии не испытывал вера ве существовал только один представитель этого славного народа который находил проблемы на свою задницу быстрее чем я мог бы произнести глостер палец в рот не клади и не случайно что он был сейчас передо мной противники ходили друг перед другом с обнаженным оружием а дара внимательно изучала противника держа меч на изготовке а глостер с небольшим молотом двигался исключительно боком свой необъятных размеров рюкзак гном сбросил с плеч и изредка поглядывал на него что собственно происходит решил я что дальше этот балаган продолжать не имеет смысла в одно мгновение все присутствующие повернули камни головы том числе и одара а вот хитрый коварный гном будто только того и ждал стремительным прыжком оказался возле голгоры и в лучших традициях гольфистов то есть снизу вверх махнул по своей обидчицы только вместо мячика на его пути оказалась голова а клюшку глостеру заменил молот от всех возможных кар они уже собирались обрушиться на плешивую голову гнома неразумного невысоклика пришлось спасать мне миротворцы стоявшие позади одары уже двинулись вперед да и сама лилия долгих ей лет жизни уже вскочила на ноги стойте этот гном мне нужен живым так мы его и не убьем вытерев появившуюся под носом кровь ответила голгора так покалечим немного вот ведь какая кровожадная бабулька одара он правда очень нужен это один из жрецов лока ничего новых найдем вот с этим так как раз проблемы я знаю что он засранец каких поискать но трогать его нельзя мальчик не забывайся ты нам не указ может тогда на выхода носора позовем и с ним посоветуемся это меня конечно начало уже заносить на поворотах вообще сам не люблю эти тупые разговоры из разряда выбирай либо он либо я но вот именно тут другого выбора не было чтобы не натворил глостер это мой сукин сын а своих людей даже если они не самые лучшие гномы не так много чтобы ими разбрасываться естественно я потом ставлю ему по самое не балуйся но на заклание толпы отдавать не собираюсь не знаю чью сторону здесь займет олег но даже сам вызов клан лида дает мне время чтобы успокоить разъяренных миротворцев что за шума драки нет высунувшийся из василиска дядя вася тут же запнулся мигом оценив все произошедшее так лилия умойся а вы двое внутрь мне только этого и надо было кивнул глостеру тот подобрал рюкзак и ломанулся маленьким упитанным лосем в таверну я шел за ним и раздумывал может тадара не так уж и не права к слову локу нужен просто живой жрец но никто же не говорил что у него должны быть конечности и язык по поводу последнего у глостера в основном и возникают проблемы рассказывай приказал гному аналитик как только мой недожрец плюхнулся на стол что интересно рядом приземлился ихло по всей видимости все время моего отсутствия проведший здесь причем сделал это молча без всяких вопросов за что получил немое одобрение поесть бы чего весь день шел вроде нахмурился глостер но почему-то под твердым взглядом дяди васи тут же утратил свою сварливость а что тут говорить узнал я где бывает крил где узнал тут же перебил я такая на центральной площади все болтают что дела какие-то у тебя с миротворцами хотя в обле василиска постоянно вот и нашел а это ненормальная начала кто такой по какому вопросу ну слово за слово ясно в один голос ответили мы дядя вася вы извините да ладно по сути дело житейское он махнул одному из разносчиков я лилю знаю тоже могла перегнуть плохо что это на глазах членов клана произошло теперь придется с этим беженцем что-то делать лучше всего отослать куда-нибудь на время чтобы глаза не мозолил так есть такое место как раз к локу и отправим пусть друг друга терпит все равно туда бы его послал последние мои слова потребовали объяснения потому пришлось рассказывать про создание храма в домашних условиях при наличии небольшого количества божественных артефактов но и про дендроидов само собой необходимо было упомянуть я так и подумал что этот твоих рук дело задумчиво сказал дядя вася теперь значит двух жрецов найти надо а чуть отодвинулся я давая возможность поставить кувшин с пивом и сельдь с луком точнее нечто выглядящие как с детства знакомое блюдо это что кобелюга забегал улыбнулся аналитик принес на пробу малосольную рыбу нам еще в пару заведений сказал что через два дня будет первая партия вяленой она только туз лук пустила а еще чуть позже и сушеный привезет по дубовье серега серега все в заботах аки пчела я не специалист во всех этих делах а до рыбалки наверное в силу возраста еще не дорос но каков мой компаньон сходу въехал в дело уже вон первую партию притащил понятно что малосольненькая сельдь это не совсем закуска к пиву под нее лучше водочку но все равно ими себе делаем давно был то часа два как аккурат перед твоим приходом первым это он проток когда мы с луком внезапно сквозанули в йоран опять разменулись по поводу твоего гнома если уж ты собрался его отправлять то надо бы сделать это как бы сказать наглядно я вообще никуда не собирался к мурой ответил глостер уплетая сельте и запивая все это дело пивом еще тебя не спрашивали ты жрец не забыл и вот тут произошло странное мою руку обожгло причем не слабо но я не скажу что было очень больно а вот глостер дернулся причем так что чуть не опрокинул тарелку с кружкой и схватился за плечо насколько мне не изменяет память а эта девушка самая верная в моей жизни именно там у него была отметина когда он согласился на жречество это что получается у меня теперь есть метод давления на гнома да еще и болезненный ох глостер тебя ждут тяжелые времена ты дал свое согласие свое слово а это на минуточку договор публичной аферты ладно ладно завопил глостер не отнимая руки от плеча только прекрати книгу свою давай сюда сказал я прикладывая два фолианта вот здесь новый храм лока будешь ждать меня там понятно понятно а храм большой ловко сменил тему гном приличный и богатый бога так глостер именно в эту минуту вошла адара еще с парой миротворцев видимо пожелание умыться носила рекомендательный характер потому что южка по-прежнему сочилась из носа лилии похоже глостер со своей гноми и расточительностью подарил своей противнице какой-то дебаф на кровотечение так пора исправлять свое чуть подмоченное реноме для такого случая я даже вскочил на месте и чтоб ноги твоей больше не было в столице понял да недовольно ковырялся в тарелке глостер не оценил всю драматическую составляющую моей игры не слышу да схватился жирной рукой за плечо гном блин я же теперь не смогу этой фиговиной не пользоваться очень уж соблазнительно жалко что сразу в подземельях не предложил глостеру стать жрецом от стольки бы проблем был избавлен ну так давай выметайся отсюда гном угрюмо глядя из подлобия вытер руки и схватил рюкзак но хмурый взгляд говорил что я выиграл всего лишь битву а не войну и что кошки еще аукнуться мышкины слезки эх дурачок не понимаешь что тебе же и помогаю одно хорошо несмотря на повышенное давление не артериальное психологическое отношения с глостером не ухудшились андрей демонстративно не посмотрела на меня одара обращаясь к человеку у стойки сможешь подхилить а то тут не обращай внимание улыбнулся дядя вася отойдет так я и не парюсь блин и вправду на сельс похоже только чуть пожуще сказал я сидящий усиротливо оставленный глостером тарелки с рыбой молодец серега ну да ладно дядя вася есть у меня одна проблема которую нужно срочно решить говори нужно еще два жруна сказал я жуя рыбу тьфу ты жреца для лока проблема которую можно решить за деньги это не проблема а расходы да в том-то и дело что деньги тут вряд ли помогут тем более их нет насчет последнего можешь не сомневаться небольшую суду клан тебе выделит по поводу не помогут есть тут одна очень интересная гильдия что за гильдия гильдия наемников хлот до этого момента сидевший тише воды вдруг встрепенулся и потыкал пальцем себя в грудь а точно похоже я там даже был верно у тебя же телохранитель согласился дядя вася так вот они оказывают услуги разного рода думаю подберут тебе нужных персонажей блин не думал что так все просто удивился я тогда побегу а деньги удивился аналитик так сначала узнаю сколько а потом уже вернусь на том и порешили и я отправился на другой конец города у гильдии наемников действительно оказалось даже вывеска которую в прошлый раз я не заметил только висела она на совсем другом здании отчего у меня созрел вполне очевидный вопрос хло чего то я не понял гильдия наемников владеет многими зданиями дрочливым домом шатающимися по мостами смеющейся таверной нужным человеком так а нам куда к нужному человеку показал мне фейроны единственное аккуратно построенное здание пусть небольшое но чистенькое заметной вывеской на которой была нарисована пара людей жмущих руки действительно туда мог бы и сам догадаться добрый день чем могу помочь встретил меня внутри опрятно одетый человек с аккуратными усами я огляделся вокруг эдакий деревенский офис пара столов несколько стульев шкафы с картонными папками на тесемках будто переместился из средневековья минимум 19 век добрый мне нужен как бы сказать человек на одну должность проходите присаживайтесь махнул нам рукой и мы все вместе разместились за ближайшим столом меня зовут алластер крил то есть я поменял именно родное чтобы не смущать служащего вот теперь лучше и так вы ищите именно человека или рассматриваете все возможные расы а нет нет это не принципиально хорошо быстро заскрипел пером делая у себя какие-то пометки алластер какова основная деятельность нанимаемого существа и подумал я прикидывая как бы выразиться служение в религиозном культе мне нужен жрец жрец записал ничуть не удивившись служащий какой из богов лог бог лени лени следующие полчаса прошли за тем что мы записывали нужные мне фильтры начиная от возраста и заканчивая вредными привычками я был довольно либерален потому что позволял практически все от пары стакана феля перед службой и заканчивая преклонными годами кандидатов что называется всех видите а я уж посмотрю и выберу что ж сказал алластер когда мы закончили и пробежавшись глазами по строкам у меня есть для вас приятная новость подходящий кандидат есть он стал подошел к одному из шкафов и вытащил папку вы сказали кандидат это значит один да один прошу прощения я бы мог вас обмануть и подсунуть с десяток вариантов но я знаю что никто из них не подойдет мы дорожим своей репутацией и так вот смотрите илгрен курге драман из дикого племени херкеров около двух лет назад приехал в столицу да так и остался ленивый себя любивый любящий жить на широкую ногу но вместе с тем у него есть одно хорошее качество удивлен что она есть он человек простите он варвар своего слова то есть на него можно положиться признаться как сотрудник он так себе почти всегда отказывается от работы за все время с ним было лишь два контракта но оба раза клиенты остались довольны что скажете давайте зовите для этого понадобится определенное время но для начала я озвучу условия наем илгрена стоит 693 монеты золотом на год по истечении времени вы решите стоит ли продлевать контракт или нет сверх этого мы берем себе 18 процентов то есть прибавим сто двадцать четыре монеты золотом и семьдесят четыре серебром итого получается восемьсот четырнадцать золотых и семьдесят четыре серебряных нехило за драмана лентяя конечно вы можете поторговаться с илгреном но начальные условия таковы что ж алластер зовите своего драмана а я пошел за деньгами в таком случае встретимся через пару часов я все подготовлю заметано мы вышли наружу я задумчиво поскреб затылок хло терпеливо посмотрел на меня всем своим видом говоря что насколько бы он не был идеальным спутником мысли еще читать не научился если все выгорит с этим илгреном то нам в любом случае надо найти где-то еще одного жреца не устраивает же столичный кастинг на роль жреца великого лока так а думай думай жрец нужен срочно всего два дня сроку дали дендроиды там не навечно приставлены где же взять хорошего лентяя они же с неба не падают и на дорогах не валяются внезапно мой взор упал на сидящего у перекрестка по прошайку тот незатейливо поднимал голову изредка бренчал монетами жестяной кружки когда кто-нибудь проходил мимо и тут в голове щелкнуло будто кто-то переключил тумблер ну конечно хло я вроде придумал кто будет третьим жрецом москва кутузовский проспект машина гурьева михаила геннадьевича вот оно как пашенька еж вздрогнул это были первые слова геннадьевича произнесенные за последние два часа до этого шеф хмурился шевелил губами будто разговаривая сам с собой многозначительно смотрел на своего подчиненного но упорно молчал и вот только теперь когда они отъехали от офиса вдруг заговорил что она аккуратно поинтересовался еж слить меня хотят суки предложили долю выкупить да так предложили что хрен откажешься говорят что мои действия безосновательные и ведут компанию к краху все разговоры мои слушают кабинет наверное напичкан жучками и только теперь еж облегченно выдохнул шеф не зашел с ума и не разговаривал на работе с призраками и другой нечистью выпучивая глаза все нормально то есть по факту все хреново но что босс в порядке это уже неплохо теперь остается выслушать план а он точно есть не мог геннадьич провести полдня тупо жалея себя самого не из той породы мужик делать что будем михаил геннадьевич действовать на обережение сказал шеф ровным голосом будто речь шла о выборе йогурта они многомиллионной компании и уставился в окно разглядывая пробку еж не мешал он знал в голове геннадьича сейчас крутится минимум три-четыре возможных плана и босс соединяет их вычленяет из каждого лучшее а ненужные безжалостно отбрасывает надо лишь немного потерпеть сам все скажет ваша задумался о своем поэтому когда раздался голос шефа он снова вздрогнул что-то стал в последнее время слишком чувствителен как баба какая-то размяк после того случая со стрельцовом если гора не идет к магомету то магомет идет горе продолжил еж и это пашенька повернулся геннадьич и недобро улыбнулся то магомет думает нужна ли ему эта гора все время она мешает вид загораживает а потом еще выясняется что вроде и горе без магомета лучше будет не по понятиям гора живет чего-то я не понимаю михаил геннадьевич если гора не идет к магомету то ее надо устранять разламывать взрывать раздалбливать теперь понимаешь всех прошиб ежа холодный пот то есть всю гору всю пашенька всю а то видишь ли оказывается гора находится в сейсмоопасной зоне и не сегодня завтра не ровен час землетрясения будет вдруг осыпется понимаешь о чем я понимаю михаил геннадьевич чужим сиплым голосом ответил глава охраны и каким способом ты это будешь делать мне неинтересно у тебя карт-бланш полная свобода действий средствах ты тоже не ограничен единственный момент сроки я бы очень хотел чтобы послезавтра уже все разрешилось времени мало михаил геннадьевич такое дело подготовиться бы ничего пашенька я в тебя верю ты у нас известный стратеграф что смотришь не знаешь кто такой стратеграф нет эх паша такую аллегорию испортил все бы тебе попроще надо же расти духовно в общем чтобы послезавтра все мои друзья больше меня не беспокоили михаил геннадьевич прижал палец губам еж и показал наверх нет тут жучков не бойся проверили все а из кабинета даже вытаскивать раньше времени не стал пусть думают что я не чухнул миша постарел сдал их беззубыми ртами его сожрать можно геннадьевич ударился в лирику а еж смотрел на него кивал и слушал полуха мысли его были заняты сейчас главным когда послезавтра устранить всех соучредителей вера